Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы записываем цикл бесед, вопросы и ответы, называется «Во свете Библии открытым оком». Мы не пошли даже в нашу трапезную, здесь удобнее компьютер. И вот вопросы брат берет. Я в книгах отвечаю своих на 4124 вопросов. Мне трудно уже находить вопросы, на которые не было отвечено. Ваш вопрос какой? Ну вопрос наш относится к разговорам с людьми, когда мы знакомимся с ними. Обычно это к нашей общине или к кругу тех людей, которые нам близки. Люди говорят так, когда поговорят с нами, конечно, это все и в беседе. Говорят так, ну вы вот такие святые, все вы исполняете только одни. Так получается, что Христос только как бы ради вас одних пришел. Вы одни только и спасаетесь. А остальные все, что, не спасаются, что ли? И вот такой вопрос, по слову Божьему. Можно найти где-то ответ? Ну, в первую очередь, слова, которые вот так говорят, они ничем не подтверждаются. И поэтому отвечать на них вообще нечего. Это, во-первых, кто из нас говорил, покажите человека. Ну, в записи или как-то. И чтобы он сказал, да, говорили так, ни одного человека нет. И это выдумано. И поэтому на выдуманную я могу сказать, откуда у них такие мысли приходят. На это я могу. Но это ни один не говорил и нет. Это, ну, подковырнуть, посмеяться там сказать, язвительно уколоть. Ну, другого они, значит, не могут. Да, мы говорим, что без принятия Иисуса Христа своим личным спасителем, без жизни по Евангелию спасения нет. Бог определяет, говорит, любите меня, соблюдите заповеди мои. Я не могу по-другому говорить. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына Божий не имеет жизни, но гнев Божий прибавит на нем. А я вот верю там в Магомета. Но я ему должен эти слова показать. Ну, я открываю третью главу Евангелия Теанна. 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало нам спастись. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. От Словом Божьим называется только Святая Библия. Вот она перед нами лежит. Я ему это говорю. Или не должен говорить. Да что, одни вы спасете. Он сразу мне это говорит. Не знаю я, Бог спасает. Дальше. С нами разговаривает православная. Ну, возьмем батюшки или кто-то. Ну, мы им говорим, ну, почему вы неправильно крестите? Почему канону нарушают? Вы же православные. А кто их сейчас исполняет? Тебе зачем вопрос задавать? Ты обязан ответить за себя. Да хоть сейчас все так. У Горького написано. Донос неоправдание дедушка говорил. Ты виной, я тебя драть буду. И весь сказ. Почему вы нарушаете правила? У нас действующих правил, канонов Вселенской Церкви, книга правил 719, которыми регламентируется вся жизнь. Должна регламентируется. Из них 413 ежедневно умышленности на правила нарушаются. Это моя выработка, наработка. Я это показывал. Так что, одни вы исполняете, у нас ни одно правило не нарушается. Они говорят невыполнимое. Я говорю, ну, у нас ни одно правило не нарушается. У вас 413. Разница есть? Ну, как так? Ну, давайте по порядку. Нынче мы были в одном месте. Священники уже заранее меня ждали там. Пришли на встречу. И говорят, а вот мы знаем, вы все-таки нарушаете. Я говорю, и как же я нарушаю? Мы скорее должны узнать, пока не уехали. Чтобы скорее покаяться и сделать. А вот как написано в каноне-то, с евреями-то в бане мыться нельзя. А я и не моюсь. Я вообще в баню не хожу, считаю, сифилис не за чем там зарабатывать. Что, совсем не ходите? Никак. Я возьму в водку мыло и схожу на пруду помоюсь. Или в бане у нас есть, своя баня. Как же так? То есть они уже знали, что меня уловят и придавят. Никак. Ну, а вот написано, с евреями нельзя в корчемницу заходить. Вместе правила, канон. Ну, и не ходите. Ну, а вы-то ходите? Я? Я вообще никуда не хожу. Ну, а поесть охота? Ну, зимой было. Мы купили батон, переломили. В снег макну его. И я опять макну в парке. И никогда не ходите? Никогда. Я не успокоюсь. Ну, нет у нас нарушения. Торговли у нас нет. Раньше 30 лет пресетера не ставится. Раньше 25 лет дьякона не ставится. Так что, вы одни спасетесь? Да. Не знаю, спасает Бог, но я знаю, правила должны быть. У нас никто не нарушает пост. Никто. Ни один. Ни старый, ни малый. Ни больной, ни здоровый. Почему? Правила? Я православный. Словом, я православный включает все, иначе дурить не надо. У нас ни один бороду не затрагивает. Галстуки они носят. У нас этого ничего нету. Ну, посмотрите на фотографии, на видеосъемки где-то. Я дальше им перечисляю. Скажите, вот вы православные, у вас дома, вы все вместе встаете? Да нет, я прихожу поздно с работы, там полдвенадцатого. Ну, это ваше дело. Но утром в одно время молитесь? Ну, так я пришел позже. Я не спрашиваю другого. В одно время на молитве бываете? Нет. А у меня правила. Все, кто у меня есть, они пришли в четыре часа. А в четыре тридцать мы встаем. Он ляжет в четыре, в четыре тридцать поднимется. Мы вместе помолились. А потом он ляжет будет, сколько надо досыпать. Если нет домашней, утренней молитвы, домашней церкви нет. Церкви нет. Вот и весь ответ. Беседую я, допустим, с субботниками. Точно так же. А вот вы нарушаете что-то, это где-то... А где я нарушаю? А вот свинину нельзя, если... В первую очередь эти правила были для ветхого человека. В Новом Завете всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное. Читайте послание к Тимофею. Которые говорят, что нельзя есть. Это бесовское учение. Ну, а во-вторых, я мясо вообще в рот не беру никакого, ни птичьего, никакого. Я взял на себя... Просто взял для себя этого. У меня определенный порядок. Я мясо не ем. Ну, написано, секеру не пить. Что значит секеру? Алкоголь имеете в виду, да? Я не беру в рот вообще никакого, ни пива. И запрещаю всем, кто со мной знает. У нас свинину даже запретил приносить. Иногда на общих обедах приносили. Колбасу не брать, там может быть кровь. А что, берите еврейскую кошерную пищу. О, да кто вы такой? Еврейская кошерная. Они там намешивают, что попало. Будет врать то. Специальные молитвы считают, чтобы отравить русских людей. Да будет вам врать то. Еврей будет тебе что-то мешать. У тебя в башке, я говорю, все перемешано. Евреи специально имеют людей, которые проверяют, соответствует ли пища тому, что написано. Слове Божьем. Как у мусульман. Моя ситровалья там жила, во Фрунзе. Она заколит скотину, а дружит там с мусульманами. Она ее обработает, сделает все как по их. К ней подходят, в очередь становится. Там птицу продают. Рядом русские стоят. А почему у нас не берут? А у тебя неправильно она сделана. Вот и все. Надо уважать народ, его обычаи и его традиции. С этим я согласен. А просто обвинять. А не вы спасетесь. Да кто знает. Один я остался. Один человек так думал. А Господь, когда 7 тысяч ты не видал? Я их соблюл. Откуда я знаю? Баптисты спрашивают. Да что, мы не спасемся? Не знаю. Я знаю, вне церкви нет спасения. Это я точно знаю. А церковь только там, где есть рукоположенная священство. Я показываю. Церковь. Это православие. Во всех его проявлениях, где нормальное рукоположение. Католицизм. Григорияна Армяна. Копты и сирийцы. Все. До единого сантиметра очерчено. Дальше все это. Секты, расколы. Протестантства. Что угодно. Там проповедники хорошие. За пределами церкви хорошие проповедники. Ежедневно прилагал спасаемых в церкви. 2.47 Деяния Апостолов. Ну, 13.23 Деяния Апостолов, считайте, рукоположил, пресетерок каждой церкви. У церкви есть история. Они не знают. Есть предание церковное. Да что тогда мы не спасемся. Одни вы. Опять все одни вы. Да не одни мы. Спасутся всех, кто предуставлен, предузнан был. И кто в церкви. Так а что нам надо? Принять священство. Ваших изберите хороших, старших пресетеров. Сейчас епископ им стали называть. И убедите патриарха Кирилла, он очень добрый. Чтобы вам рукоположили. Двух. А остальных вы сами рукоположите. Вы будете церковь завтра же. И я здесь, может быть, никогда не буду. Я сразу к вам перейду. Может быть такое. Никогда они не пойдут. И Господь не допустит. За упрямство. За самомнение. За гордыню. Вот и все. Так что этих упрехов, мы их слышали много. Они нас не должны трогать. Мы так не говорили. Если об обвинениях в суде, должны быть свидетели. Свидетелей у них нет. Доказательств нет. Отвечать не на что. Ни один суд рассматривать не будет. Еще вопрос. Да. Вот интересно. Почему всегда сразу идут какие-то обвинения? Что на вас, что на отца Иакима. В исполнении канонов, как ни странно. Почему никогда нету какого-то разбора на основании священного писания канонов, даже тех же житей святых. Почему вот эти же православные, которые должны этим как раз и пользоваться. И кстати, этим они и бравируют. Там вот мощи, и иконопочитания. Все это мироточение. Это же все идет оттуда. Почему никогда нету до конца разбора вот того, что вы очень любите чем заниматься. Посмотри, как я форум показываю, чтобы было видно людям. Маленький отказ здесь. Почему? Причина одна. Нет страха Божия. Рожденный от свыше не грешит. Они должны бы радоваться, что есть люди, которые это исполняют. А им это не надо. Они бы как за находку уцепились. Вот я услышал, человек платит 5 десятин. Я его полюбил сразу. А он сектант. Он для меня дорог и близок. Если я узнаю где-то кто-то, как Антоний, он сразу туда идет пешком по пустыне и доброе перенять от него, как пчела со цветов собирает. Тот почему-то меньше моего спит. Как это так? Он думал, что он рекордсмен. Он сразу пошел. А как ты спишь? А во сколько ложишься? А что есть? А есть сколько? Он говорит, я ем через 8 дней. А я только через 7. Один раз. А как у тебя? А желудок не болит? Это какие корешки? Здесь ничего не спрашивают. Люди неинтересны. Безразличие вот эта апатия. Им так выгодно. Меняться они не думают. И обольщают друг друга. Они неверующие. Которые так делают. Если бы они верили, что без исполнения этого они не спасутся, они бы искали. Мне этого никто не говорил, что надо спрашивать. Я мгновенно сразу прилеплялся к тому человеку. И, ну пожалуйста, побудь со мной. Пойди ко мне, учитель. Ну прибудь с нами. Они убедили его Христа быть. А так, идешь ты, ну и иди. А то, ну время вечернее. Ну куда ты пойдешь? И сидели, и смотрели, пока он не исчез. Вот этого, в этой жажды нету. Вот у меня был знакомый Георгий Иннокентьевич Лютых. Город Камск, Красноярского края. В шесть лет он полностью потерял зрение, как Ванга. Но он не стал колдуном, да как Ванга. А стал заниматься. Он изучил эту по Брайлю. И он знал столько, что границ его знания даже отец Геннадий Фаст, магистр богословия, не мог определить. Он читает. Всю службу знает наизусть. Жития святых все знают. Я их знаю. Ну, 1173 биографии. Но я ошибаться могу в числах. Даже не знать. Он называл какого числа по-старому. Я у него был. И он говорит, я не пропустил ни одной беседы. Какие были обои, диспуты. Все. Полностью слепой. Так вот глаза закачаны. Там белая вот затянута. И вот однажды ему попала пленка. Он сам печи делает. Дом строит. Переплетает книги. Все вслепую делает. Это Бог дает такое-то. И вот дали ему мою беседу. Там распространенно. Копии снимали. Он говорит, а кто это беседует? Ему говорят, это отец Димитрий Дудко. Очень известнейший священник. А это кто? Да, это Мирянин. В Барнауле такой живет Игнатий. Он не священник. Он послушал. А вот он прав. А тут не прав, говорит, священник. Так, везите меня к нему. Представь, в Каннском. Слепой. И он ко мне явился в Барнаул. И мы насладились беседой. Он приезжает еще раз. Проходит какое-то время. Я все пленки, которые насчитываю у него. И он один приезжает без поводыря. И мы снова встречаемся. А после этого я еду к нему. Слепой. На сто процентов. В человеке он сегодня нет этой любознательности. Это богоотступники. Прикрылись ряской. И вот это из-за них рушится сегодня православие. Я не говорю о патриархии. Нет, нет. Это в Японии тысячу лет назад было. Ну, кто посчитает нужно. Может экстраполировать, на себя перенести. Их не надо трогать. И поэтому я не упоминаю нигде. Они знают свою жизнь. Вот как. Я еще повторяю, что у нас открылся в Ютубе. Вот сейчас идет. Вот посмотри, как, Володя, если видно. Вчера открыли православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, еще не разбросали мы по темам. Но уже все понятно. Вот как он выглядит. Пожалуйста. Теперь, что у нас еще здесь есть? Сразу показать. Это вот мое видео. Видео. Ну, вот я покажу, допустим, это мое. Как оно выглядит. Здесь все эти ролики стоят. Очень богатый материал. О, ишь выбросило. Уже надо заходить. Вот, Игнатий Латкин. Вот, пожалуйста. Это наш. У меня 6407 друзей. Мой мир тут в последнее время преобразует как-то. Но все соглашаются, что не в лучшую сторону. Тогда можно было удобно всем сразу посылать. И то, что они, эти люди, вот такие слова говорят и ничего к себе не принимают, но они не имеют страха Божьей, веры не имеют. Только и всего. Их состояние я понимаю. Они ничего не умеют делать. Все порторги, экологи. Все они подались в попы. Много везде рукополагать стали. Семинарию. А его характеристика уже написана. В Диане Апостолов, 20 глава. Из вас самих восстанут. Какие люди, лютые волки. Говорить будет превратно. И за счет одного лечь за собою. Чтобы люди платили, свечки покупали. Невзоров-то прав здесь. И Невзоров, Александр Глебович, боюет-то. Не против того, о чем мы говорим. Он нигде баптистов не трогает, ничего нет. Но дальше он как с ума сошел. Теперь на Евангелие, на Богородицу. Я считаю, что он просто бесноватый сегодня. Буйно бесноватый. А говорит много хорошего. Я за него молюсь. Если он мне уже попал на пути, я его включу в свою молитву. Он от меня не уйдет. До самой смерти он будет в моей молитве. И он даже не будет знать, почему ему приходят такие сны о Боге. Почему он заболел о Боге задуматься. Он не знает, что в Барнауле живет человек, который молится о нем искренне, с любовью, ежедневно. Кто это увидит, передайте ему. А там крутятся какие-то монахи, прогибаются перед ним. Он несчастнейший человек. И перед ним нужно стоять во весь рост и говорить ему, что ждет его. Вот так. Спаси Христос. Ну, слава Христу. Повеки веков. Аминь. Аминь.